А здесь вот контактики, если я не прав, поясните, потому что как он может сканировать палец, если здесь ничего нету, здесь пластмасса, крышка. Только вот здесь вот наклеено что-то и контакты. Ну ладно. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием, регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера, и экономьте на своих покупках. Всем салют, дорогие друзья, с вами канал Китай Стал Ближе и это Владимир. И у нас сегодня две посылки. Сегодня у нас две посылочки. Посылочки связанные друг с другом. Одна для другой, или первая для второй, или вторая для первой, но это не столь важно. Давайте создадим интригу и откроем вот эту вот маленькую посылочку. Посылочка дошла примерно так же, как и эта, но на два дня раньше. Получается 24 дня. Открываем посылочку. Открываем посылочку. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем вот такой вот классный чехольчик. Вот такой вот классный чехольчик. И подарил продавец вот такой вот стилус. Чехольчик силиконовый. Давайте откроем, достанем. Вот такой вот мягкий чехольчик, противоударный, я бы сказал, не расколется, для телефона. А для какого телефона? Вот для этого телефона. Значит, посылка дошла за 26 дней. Нигде не застряло, нигде не зависло. Вот трек-номер отслеживался, все проскочило быстро, 26 дней долетело. И здесь телефон. Здесь телефон. Давайте посмотрим, все ли у нас запаковано. Запаковано все отлично, но правда мне не понравилось. Слышите, как гремит продавец плохо что-то там запаковал. Все это громыхает. Значит, оценено 18 долларов. Занизили цену для того, чтобы не платить пошлину. Ну, это нормально, а то пришлось платить пошлину. Посылка запакована. Весит 396 граммов. Еще раз скажу, нигде не застряло. Почему я застряю на этом внимании? Потому что у меня застряли три посылки, два телефона застряли во Внуково. Причем застряли уже так серьезно. Уже торчат там две недели, и пока на таможне никак не пройдут. Ну, ладно, это все лирика. Открываем. Значит, продавец упаковал, обвернул пупыркой. Пупыркой. И все, и больше никак. Но, слава богу, ничто нигде не пострадало. Да, коробка не мята. И здесь вот наклеечка. Это, я так понял, наклейка говорит о том, что аккумулятор заклеен пленочкой. Что еще здесь есть? Написано Blackview. Модель Ultra Gold. Ultra Gold. Ultra 4.7 Dual Core. Ладно, разберемся. Немного по техническим характеристикам написано... Что у нас здесь написано? Написано, что на андроиде две симочки ловит GPS. Диагональ экрана HD 4.7 дюйма. IPS матрица 1280 на 720. Процессор Dual Core 1.3 Гц. 5-мегапиксельная камера фронтальная. И задняя камера 13 мегапикселей. Micro CD до 32 поддерживается. 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Фонарик, музыкальный плеер, Wi-Fi, радио. И в принципе все. Давайте откроем и посмотрим, что же мы тут имеем. Значит, открыли коробочку. Телефончик упакован в чехольчик. Есть вот такая вот приблудочка. Раз. Телефон. Дальше. Что же у нас там тогда так гремело? Понятно. Это убираем в сторону. Гремели у нас тут... Гремели у нас тут чехольчик. Чехольчик. Продавец положил чехольчик. Кстати, чехол точно такой же, точно такой же, как и тот, который заказывался отдельно, покупался. Только без рисунка. То есть разница в том, что здесь наклеили рисунок и продали. А продавец молодец. Пока что положил чехол в подарок. Так, оставляем в сторону. Что мы еще имеем? Имеем мы защитную пленочку. Причем не стекло, а именно просто пленку. Имеем мы инструкцию. Имеем мы инструкцию. Инструкция на английском языке. Инструкция цветная. Инструкция на английском языке. Также имеем мы зарядничек. Зарядничек. Имеем вот такой вот прикольный шнурочек. Блэкью фирменный. С эмблемкой. Классно. Видите? Эмблемка выбитая. Не просто приклеенный ярлычок, а эмблема есть. И Блэкью наушники. То есть их родные наушники. Как они звучат, пока не знаю. Узнаем. А пока все это ложим в коробку. И давайте посмотрим сам телефон. Телефончик у нас Блэкью Ультра А6. Вот такой вот телефончик. Какой-то он грязный. Такой вот телефончик. Снимаем пленку. Снимаем пленку. Включить, конечно, попробую. Но, я так понял, заклеенный. Не будем мучиться. Давайте открываем крышку. Сразу снимем защитную пленочку. И заодно посмотрим, что у нас имеется под крышечкой. Снимаем защитную пленку. И смотрим, что у нас есть под крышкой. Под крышкой мы встречаем один слот для сим-карты. Для большой сим-карты причем. Один слот для микросим. И один слот для микросиди-карточки. Так. Больше тут все. Вот эти вот контакты. Вот эти контакты. Это для сканера отпечатка пальцев. Вот здесь я так понял. Сканер отпечатка пальцев. Но как он сканирует? Это, скорее всего, какой-то тепловой. Какой-то тепловой. Потому что никакого датчика здесь нет. Просто крышка. И все. А здесь вот контактики. Если я не прав, поясните. Потому что как он может сканировать палец, если здесь ничего нету? Здесь пластмасса, крышка. Только вот здесь вот наклеено что-то и контакты. Ну ладно. Отклеили мы защитную пленку. Аккумулятор показан на 2200 мАч. Мы это обязательно проверим. Попробуем все у него разрядить. И заодно поставим, зарядим и посмотрим, что же у нас получится. Давайте по внешнему виду. Четыре. Во-первых, нету скрипа. Так выглядит монолитно, жестко. Поскольку вот эта крышка, она сильная, надевается. И все. Так что скрипеть особо нечему. Никаких сторонних зазоров нет. Кнопочки работают жестко. Значит, впереди, на передней панели, мы имеем вот такую вот кнопку закоса под айфон. Здесь глазочек фронтальной камеры, два глазочка датчиков и прорезь динамика. Снизу мы имеем отверстие под динамик, отверстие микрофона, отверстие под наушнички и микро-USB. На задней панельке вот место, где сканер отпечатка пальцев, я так понял. Вспышечка. Глазок основной камеры и рядом с глазком имеется отверстие. Вот что это за отверстие, я, к сожалению, не знаю. И с этой стороны кнопочка включения. С другой стороны две кнопочки громкости. Так, дальше. Пробуем включать. А пока он включается, давайте я вам вкратце еще раз пробегусь по характеристикам. Значит, процессор Dual-Core 1.3 Гц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти. Экран 4,7 дюйма, разрешением 1280 на 720. Вот такой вот потрясающий телефончик. Выглядит, знаете, что я хочу сказать. Выглядит в руке, он хорошо сидит из-за своей, наверное, вытянутости. В руке он сидит очень хорошо. Давайте быстренько я пробегусь настрою. И потом уже продолжим. Итак. Сделали мы, перевели русский язык. Точнее, перевели его на русский язык. Мне очень нравится то, что он вытянутый. Хорошо он сидит в руке. Размеры у него 137 на 60... Размеры у него 137 на 65 миллиметров. Толщина 8,3 миллиметра. И он при этом, он такой тяжеленький. Итак, что по управлению, что по кнопочкам. Центральная кнопка, центральная кнопка, это у нас возврат в главное меню. Есть еще кнопочки под экраном. Две кнопки под экраном. То есть они не на панели, они занимают место на экране. Вот это, конечно, не очень хорошо. Это занимается лишнее место. Но я думаю, это лишнее. В принципе, аппарат неплохой. Наклеили сразу стекло. Наверное, продавец наклеил стекло. Это стеклышко, да. Стеклышко наклеено. Это не пленочка. Выглядит довольно-таки достойно, я скажу. Недорого, достойно. Классно. Более подробно расскажу уже вам после теста. Что мне в нем понравилось на данный момент? Понравилось то, что удобно сидит в руке. Яркий экран. Давайте посмотрим звук. Громкий или негромкий звук у него. Я бы не сказал, что он громкий. Допустим, сравнивая даже с Куботом. На Куботе довольно-таки сильнее работает звук. Звук негромкий. Значит, что у нас? Хороший экран, негромкий звук. Пока все. Пока что все. Поработаю с ним. И уже более подробно потом вам расскажу, что из себя представляет этот телефон. Значит, молодец продавец. Отправил подарочный чехол. Телефон дошел целостности и сохранности. Единственное, что плохо. Плохо он его запаковал. А так вроде нормально. А на сегодня все. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Был вот такой вот обзорчик. Такая распаковочка. Ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. И советуйте, что можно еще прикупить. Ну, а на сегодня пока. Все. Всем пока.